Это реальные съёмки. Не как в кино, где младенцы вымыты и даже причесаны. Роддом Могилёвской городской больницы скорой медицинской помощи. Здесь проявляется новая жизнь. И именно здесь рождается женщина-мать. Мы хотели девочку вторую. До 12 недель это была Полина. А после 12 недель уже папа сказал, что это будет Иван. Вот так и решили назвать Иван. Когда только узнаёшь, сразу уже понимаешь, что ответственность, что вынашиваешь ребёночка, что ты ответственен за его жизнь, то есть ты не один уже. Бундочку без него когда забирают. Как-то по-другому. С возрастом, наверное, более ответственно подходишь к этому моменту. Поэтому как-то по-другому ощущаешь себя. Женщины рожают тысячелетиями. И современные роды такой же тяжёлый труд, как и многие века назад. Людмила Станиславовна Савостенко – акушер-гинеколог со стажем. Она, говорят, помогла появиться на свет многим жителям Могилёва. Мы привыкли, и всё это как рутинно. Нет, каждая рода – это как фильм, как новое, как что-то новое, на рождение новой жизни. Рожать действительно стали больше, и в этом роддоме количество родов увеличилось. Если описать портрет современной матери, то это женщина 24-28 лет. Хотя многие ждут первенца и после 30, и даже 40. Правда, готовясь к новой жизни материально, современные мамочки часто не готовы морально. Поэтому в разговоре о материнстве есть не только восторженная романтическая сторона, но и сугубо реальная, приземлённая. Например, многие современные мамы курят, и это проблема. Практически каждая третья женщина никотинозависимая. Но это, которое мы учитываем, а которое скрывают ещё и не говорят об этом. Какие бы ни были времена, ценности, условия, но роды переворачивают привычный мир. Эти женщины никогда уже не будут прежними. Они – мамы. И на самом деле нет тех слов, которые могли бы полноценно описать ощущение материнства. Вы теперь понимаете свою мать? Да, понимаю. Родился второй, и я теперь понимаю, что главное – вырастить хорошего человека, не только родить. У меня вот сейчас задача такая вот первая. Да, вот он у меня хороший мальчик, и такого же вырастить второго. Материнство сокровенно может потому, что приближает нас к тайне бытия. Возможно, в тот момент, когда женщина становится матерью, она ближе всех к пониманию, какие они – настоящее терпение, прощение и безусловная любовь. Субтитры создавал DimaTorzok